Полицейские государства законодательная и исполнительная власти слабо разделены. Такое государство зачастую имеет признаки тоталитаризма или авторитаризма. В России государство в лице его органов уже контролирует практически все сферы жизни, практически введен тотальный контроль. Вводятся геометрические заграмм паспорта, где будут значиться ваши отпечатки пальцев и радужная оболочка глаза. Раньше их снимали только у опасных преступников. Государственные спецслужбы получили возможность практически неограниченно контролировать все ваши телефонные разговоры, почтовую переписку, переписку в сети интернета. Ваше передвижение по стране контролируется законом о резиновых квартирах. Ты должен жить там, где прописано. Мы приписаны к одному месту, как крепостные крестьяне, в нарушении всех демократических свобод. Из семей государство уже может изъять детей, даже за долги по оплате коммунальных услуг. А долгов у граждан, конечно, будет много. Благодаря политике государства цены на электроэнергию, газ, ГСМ, продукты питания растут постоянно. При этом прожиточный минимум и уровень жизни народа явно отстают и не повышаются с такой же скоростью. Уже долги по ЖКХ у неплательщиков списываются с их банковских карт. В случае, если на карте денег на погашение долго не хватает, то ее блокируют. Готовится закон, обязывающий граждан финансовые операции проводить только без наличных расчетов. Государство хочет контролировать ваши деньги и все ваши расходы. По усмотрению чиновников разрешен отъем частной земли, если они сочтут, что вы ее используете не по назначению. Землю отбирают и под нужды государства по принципу отъема земли для Олимпиады в Сочи. Согласно закону, облегчено изъятие земли под нужды Чемпионата мира 2018 года. В стране вводится платное образование и медицина, вопреки положениям Конституции. Очевидно, что эти реформы антинародны. Доступна скандальная информация, что законы для Российской Федерации пишет Америка. Известно, что Конституция, земельный, гражданский и налоговый кодекс писались агентством USAID при правительстве США. У нас, по сути, отняли демократию. Возможность сменить неустраивающую народ власть. Через различные административные барьеры и фильтры кандидатов от народа и на пушечный выстрел не подпускают к выборам. Давно очевидно, что во власть попадают только договоренные и согласованные с властными структурами кандидаты, свои. По принципу «рука руку моет» остается только протестовать против таких законов и власти. Но свобода слова сейчас практически приравнена к экстремизму. Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности и об усиленной уголовной ответственности за экстремизм, по сути, позволяет любую критику системы власти приравнять к экстремизму. При этом трактовка, понятие «экстремизм» совершенно не соответствует нормам международного права. В международной практике экстремизм – это насильственное действие по свержению власти. А в российской действительности экстремизмом называют слова «критику действий системы власти». Хотите протестовать? Попробуйте! Это право также практически отнято у нас законом. Реальную оппозицию для проведения законных акций органы власти отправляют в специально отведенные для этого места, выбранные самими органами власти, а не гражданами, которые часто оказываются на окраине города или безлюдных, непригодных для этого местах. Штрафы даже за надуманные формальные нарушения на протестных мероприятиях взвинчены до сотен тысяч рублей. Но люди продолжают выходить на акции, митинги и пикеты. В ответ начинается очередное расширение полномочий силовых структур ФСБ и полиции, вплоть до тотальных. Сотрудник ФСБ может остановить вас на улице и устроить обыск и досмотр по надуманным поводам. Вроде предположения, что вы можете совершить теракт. Нас обыскивают в аэропортах, как преступников. Просматривают наш каждый шаг видеокамерами. Запретили продажу сим-карт без паспортов. Устанавливается оборудование слежки за сим-картами. Спецслужбы получили возможность неограниченно контролировать жизнь каждого гражданина России. Прослушивать телефоны, просматривать интернет-переписку без санкций суда, просто по своему желанию. Такие полномочия силовые службы получили благодаря терактам, которые начались в России с приходом к власти Владимира Путина. И судя по тому, что политических требований после таких терактов никто не выдвигает, а террористы всегда мертвы, это просто массовые убийства. Наиболее вероятная цель таких убийств – установить тотальный контроль над запуганным населением страны. Напуганные люди согласны на какое угодно ужесточение законодательства, лишь бы чувствовать себя защищенными. После каждого теракта принимаются нужные для отъема гражданских прав и свобод законы. Так, после теракта в Беслане отменили выборность губернаторов. Их начал назначать президент. После теракта в Домодедово Медведевым был подписан закон о полиции, расширивший полномочия силовиков. Независимые эксперты говорят о том, что по детям в Беслане из танков, огнеметов и гранатометов стреляли спецназовцы 58-й армии по приказу ФСБ. А в Домодедово не было никакого террориста. Было взрывное устройство, установленное на полу. О теракте в Беслане, как и о других терактах с признаками участия в них ФСБ, писала Светлана Пилнова в заявлении в Следственный комитет Российской Федерации. Прослеживается цепочка. Силовые структуры совершают теракты, чтобы затем подавить права граждан под предлогом борьбы с терроризмом. На фоне терактов реформировались спецслужбы. Сейчас численность служб, очевидно призванных охранять выстроенную систему власти, составляет более 6,5 миллионов человек. Только от кого они ее храняют? Может от своего же народа? К сравнению, численность армии на январь 2013 года около 766 тысяч человек. Ветераны написали Путину открытое письмо с требованием прекратить разрушительную военную реформу. Численность сухопутных войск планируется сократить 12 раз. Их останется 270 тысяч человек. Из 1890 воинских частей останется 172. В это время совокупная армия НАТО 2,5 миллиона и Китая 2,5 миллиона. Вместе 5 миллионов. Армия России в 5 раз меньше. Когда общая протяженность сухопутных границ России около 25 тысяч километров. Армия будет способна защитить только 800 километров в обороне и 400 километров в наступлении. То есть наша армия может защитить государство размером с глинея Бесау. А это меньше средней российской области. Получается, что для властных структур собственный народ опаснее внешнего врага? В предыдущих фильмах независимых расследованиях говорилось, что очень много фактов говорит о том, что теракты, катастрофы и провокации украинской войны сделаны при участии спецслужб. Вам не верится? Как такое может быть? История с Ельциным повторяется? Вместо избранного президента много лет правит его двойник? А кто же стоит у руля уже почти 10 лет? Нам придется вспомнить, что Путина на власть поставил Ельцин, а Ельцина – иностранные спецслужбы. Со временем стало ясно, что именно ЦРУ провело государственный переворот 1993 года, свергнув с закона избранную власть и поставив во главе страны своего агента – Ельцина. Россия в то время пережила такую же цветную революцию, которую пережила Украина и еще много стран, в которых ЦРУ ставили своих людей на власть. Граждане России, попробуйте только представить, что нами правит агент западных спецслужб и международного капитала. Что сказать, если нынешний премьер Дмитрий Медведев в своем интервью канала BBC еще в 2009 году сказал, что они с Путиным оба хорошие полицейские? В фильме «Новый мировой порядок. Ты хочешь стать рабом?» было показано, что анализ действий президента РФ приводит к неожиданному для многих выводу. Для граждан становится все очевиднее, что выгоду от действий Путина приобретают совсем не они, а западные державы и мировое правительство в целом. Мы привыкли к общению с телевизором. Некритично верим всему, что он говорит. А именно это и нужно тем, кто нами управляет. Телевизор незаметно для нас формирует наше мнение. Даже если наша повседневная жизнь противоречит отношению телевизора, мы верим ему, а не себе. Мы верим, что уровень жизни повышается, что правительство заботится о гражданах, пенсионерах, что наша армия сильна как прежде. Все это только слова. Факты говорят об обратном, но их надо искать, анализировать. Если выяснится, что нас в очередной раз просто надули, мы не обижаемся. Мы привыкли. Просто махнем рукой и будем жить дальше. Снова ждать, что нам скажут с экрана телевизора. Пользователи интернета, конечно, имеют чуть более правдивую информацию. Но и это не спасает нас от иллюзий виртуальной жизни. Обманутый человек обычно оскорбляется, когда понимает, что его провели и надули. Но только не житель современной России. Мы позволяем делать с нами все, что угодно, прощая официальным инстанциям любой обман. А почему? Ведь это капкан, из которого однажды мы уже не выберемся. Вспоминается ситуация в Венгрии. Граждане, обречив в обмане своего министра, вышли на улицы протестовать против искажения дел в их стране. Протесты были бурными. Попробуйте выйти на улицы в России, и вы сразу встретитесь с силовиками, которые укажут вам на все, на что вы не имеете права. Очевидно, для борьбы с неугодными система власти и выстраивала всю эту силовую вертикаль спецслужб. Рядовой гражданин не имеет понятия, в какой стране он живет, пока не столкнется лицом к лицу с ее управленцами и, конечно, с силовыми структурами. Но жить в иллюзиях значит покорно идти к краю пропасть. В России есть гражданские активисты, искренне понимающие, куда ведут народ. И они вышли на единственно здравый путь – защиты народа руками самого народа. И навстречу им вышли силовики. За годы общественной деятельности у народной оппозиции накопилось много фактов, лишь немногие из них будут изложены в фильме. Но и этого достаточно, чтобы понять опасность тоталитарного государства, которое нависло над каждым из нас. Смотрите и разумеете. В нашем фильме мы приводим рассказы активистов настоящей народной партии «Воля» об их опыте общения с силовыми ведомствами страны. На их примере мы попытаемся систематизировать типичные методы работы этих структур. Пожалуй, нет такого приема силовиков, которые бы на себе не испытали сторонники и члены народной партии. От незаконных задержаний посреди города и незаконных срывов законных акций до физического насилия, издевательств над активистами и попыток психического подавления через их родственников. Практически каждый случай поражает безнаказанностью слуг закона. Активисты народной оппозиции убеждены. И только мы, народ, можем восстановить закон в своей стране. Посмотрев фильм, вы поймете, насколько это необходимо. Были прямые угрозы, что меня намотают на колесо, что меня лично удавят. Это было такое давление и силы просто неимоверное. Меня продержали 15 часов без воды и без еды. На меня не были составлены протоколы. В итоге на меня, то есть, очень сильно давили и были взяты мои отпечатки пальцев. Меня сфотографировали у стены с цифрами, как преступника. Меня вызвали в местное ОВД. Смотрю, минуться, что мы в чем дело говорим. Они говорят, вы знаете, у нас есть указание, чтобы это шествие не состоялось. Все было официально, все было абсолютно законно. При проведении вами шествия, действия будут квалифицированы как неповиновение законному распоряжению сотрудников милиции. Требуют прекратить шествие и разойтись. Явно спровоцированное вообще-то действие. Куда-то отдачь-то ее. Ты пусть не терюйтесь. Ты что, мальчишки? Женщину 52-х лет, уведомители этих двух митингов, вызвали на повесткой, на допрос. В отдел по противодействию экстремизму, якобы по делу. Была не беседа, это был не допрос. Вообще, это было откровенное запугивание. То есть, на человека давили с целью заставить отказаться от какой бы то ни было деятельности в партии воля. Он мне говорит, вы задержаны. Если бы было другое объявление у меня в руках, вы бы ко мне какой-то претензии имели бы? Нет. Ну, приехал патрульно-постовой УАЗик. Вышел там, представился Тапанов Алексей, с ним там еще было несколько человек. Это просто взять, это такое унижение. Ни за что ни про что. Тебя протащили по асфальту. Это на мне все задралось. Это все вот так вот, по шейку, все это вот. Мало того, что женщине подпортили репутацию, ее здоровье о динамике событий пошатнулось до инвалидности. Однако, получение инвалидности не состоялось, так как из больницы исчезла ее медицинская карточка. Во-первых, я столкнулась с тем, что все боятся за свое место. Врачи, сотрудники, полиция, вот всех, кого не столкнешься, все боятся места. То есть у всех страх дикий. Перед полицией, перед администрацией, перед чиновниками. Только шепотом, только втихаря. Может быть, они в душе хорошие люди. Может быть, они и правда сочувствуют партии Воли. Может быть, действительно, вы делайте, вы делайте. Вы нас, как бы, там, страну давайте спасайте. А мы тут посидим у себя тут. Ну, ничем вам не поможет. Во время митинга человека доставили в милицию. Продержали сутки за то, что он на митинге развернул флаг партии Воля. Вот меня лично несколько раз задерживали сотрудники милиции, ОМОН, за то, что я просто раздавал листовки на улице. Суд оправдал полковника милиции, который по указанию горадминистрации прекратил шествие и отдал законопослушных граждан под суд. В Санкт-Петербурге 13 января 2013 года Любовь Петрова проводила одиночный пикет против принятия закона о практическом запрете массовых протестных мероприятий. Она стояла с лозунгом «Не закройте мне рот, я российский патриот». Закончив пикет, она свернула плакат и пошла по своим делам. Там к ней подошли две ее знакомые. И тут всех трех сторонниц партии Воля задержали уже в переходе метро и обвинили в несанкционированном митинге. Ситуация сложилась так, что в отношении меня и двух моих подруг сторонниц партии Воля полицейские власти совершили настоящий призвол. Я и две мои приятельницы были задержаны около станции метро Комендантский проспект. Без объяснения причин доставили в отделение милиции, в 53-е отделение милиции. И там, в очень холодном помещении, не предъявляя никаких опьянений, продержали около 10 часов. Нам пришлось переночевать в отделение, где над нами всячески издевались сотрудники полиции. Издевательство состояло в оскорблении нашего человеческого достоинства, в унижении. Нас называли постоянно преступниками, возмущались тем, что мы якобы проводили несанкционированный митинг, хотя мы этого не делали. Но, видимо, у полиции было желание нас запугать, или она получила распоряжение нас запугать, как сторонников партии Воля. Ночь нам всю не давали спать, провозили допросы, унизительный досмотр, где нам было велено раздеваться под объективом видеокамеры. И это было по-настоящему страшно и неприятно. Для устрашения нас, трех крупких женщин, были вызваны сотрудники отдела Э, отдела по борьбе с экстремизмом, которые тоже нас пытались стравить друг с другом, заставить дать ложные показания. Все в традициях царской охранки или, может быть, сталинских застенков. На следующее утро в 11 часов нас повезли в суд, нас так же не кормили, вплоть до 6 вечера следующего дня. Сейчас насчитывается уже не один десяток увольнений активистов партии Воля по политическим мотивам. Хотя такие увольнения противозаконны, но закон защищает права граждан-активистов только на бумаге. В действительности же никто не стесняется прямо говорить сотрудникам, что против системы власти идти нельзя, что бы ни происходило в стране. Меня зовут Жильцова Любовь Евгеньевна. Я работаю на телерадиокомпании «Заречный экономист». Меня приглашает директор предприятия Филимонов Татьяна Александровна. И ставят перед выбором, или вы работаете на нашем предприятии и выходите из рядов в партии, или вы увольняетесь с нашего предприятия и защищаете интересы народа, и мои в том числе добавила она. Когда главным врачом медсанчасти Орбитадзе я работала долгое время, пришла анонимка сначала с требованием уволить меня, недостоинного звания врача, со многими пакостями написанными. На параллельно главному врачу в выходной день пришли сотрудники по борьбе с экстремизмом и настаивали на том, чтобы он меня либо под угрозу увольнения заставил выйти из партии воля. Что, в принципе, было им сделано. То есть он меня вызвал на следующий день, буквально в понедельник. Сразу мне сказал на самом деле ситуацию, что ему предложили так, либо ему угрожали, что он сам пострадает и, так скажем, вылетит со своего места. После этого у нас был с ним серьезный, достаточный разговор. Да, он пытался на меня надавить, именно для того, чтобы я отказалась от членства в партии воли, либо он меня увольняет. На что, естественно, я ответила отказом, поскольку увольнять меня не за что было. По политическим соображениям, уволить меня не могли именно по закону. Но прессинг был серьезный, потому что потерять в наше время стабильную работу, это достаточно, так скажем, серьезная угроза для любого человека. В октябре 2014 года в общественном приеме общероссийской политической партии воли отвратилась женщина. Она была возмущена тем фактом, что ей отказано в трудоустройстве, на работу, в государственной структуре, на том основании, что она якобы является членом партии воли. Мы выяснили в подробности дела и оказалось, что она является полной тезкой настоящей членом партии воли, который проживает в другом городе области. Но сама эта ситуация показала, что в принципе трудоустройство на государственной структуре членом партии воли невозможно. Мы считаем, что это дискриминация по политическим мотивам. В арсенале силовых структур существует и психическая обработка населения. Они не просто способны подавить человека морально, но и просто сломать его психику. Мало кому известно, что в планы все того же мирового правительства входит психическое уничтожение населения. В их доктрине такое уничтожение названа «Тихая война». Главным режиссером этой войны был Аллен Далес, директор ЦРУ. Он присутствовал на Нюрнбергском процессе. Там он познакомился с результатами работ ученых-эсэсовцев Анненербы. В США началась супер-секретная работа по программе «Пси-оружие». Аллен Далес взял под свое покровительство очень многих психиатров и ученых, проводивших исследования в области общественных наук. Агент ЦРУ Джон Роулинг Рис, создатель Всемирной Федерации психического здоровья, сказал, «Фашистское общество будущего будет реализовано боготворительными медицинскими организациями на бытовом уровне путем массовой психиатрической обработки населения, независимо от того, хочет этого жертва или нет». А вот высказывание одного из исследователей, доктора Джеймса МакКоннелла. «Настало такое время, когда я, если вы мне дадите нормального человека и пару недель времени, при определенных условиях пару месяцев, но я не думаю, что это продлится так долго, направлю его сегодняшнее поведение в любое русло, насколько позволят его физические возможности. Я не смогу заставить его взлететь, как бы он ни махал крыльями, но я определенно могу сделать из христианина коммуниста и наоборот». И сейчас эти методы работают. Население городов облучает психогенераторы, о которых мы говорили ранее. Кстати, проект таких генераторов был реализован еще в СССР в 1986 году. Это наисильнейшее и опаснейшее оружие побуждает людей выходить на тысячные митинги, порождает агрессию и ненависть друг к другу, страх и депрессию. Есть информация, что в 1991 году сильные психогенераторы были установлены на американских кораблях, базирующихся в сопредельных с СССР странах и облучавших население нашей страны во время путча ГКЧП. Вероятно, случай необъяснимой жестокости во время нападения Грузии на Абхазию, во время гражданской войны на Украине – следствие работы таких мощных психогенераторов, внушающих зверскую агрессию и жажду крови. Чтобы держать население в постоянном стрессе, происходят постоянные социальные потрясения, теракты, финансовые и экономические кризисы. Обрабатывают народ и через телевизор. Телевизор был придуман Стэнфордским исследовательским институтом, как инструмент манипуляции сознанием граждан. Вот пример такой манипуляции. Доктор психологических наук Виктор Штерн. Совсем недавно прошла информационная программа Первого канала. Мы записали ее, обработали в компьютере и что увидели. Идет видеоряд Лужкова. Зрители видят Юрия Михайловича оживленно разговаривающим. Если сюжет разбить на кадры, оказывается, что рядом с головой мэра проступают какие-то пятна. В одном кадре одно, в следующем другое. Если эти пятна наложить друг на друга, получается лицо плачущего ребенка. Во время просмотра сюжета мозг фиксирует эти пятна и сам складывает в образ. Ассоциация не очень приятная, особенно для сентиментальных людей. Другой же политик Примаков в той же программе оказался вообще в куче фекалий. Вот такая предвыборная гонка получается. Но и этого мало. Народ психологически обрабатывают и представители силовых структур лично. Жертвами психической обработки становились, например, известные политики. Любопытно следующее признание Ивана Рыбкина, кандидата в президенты Российской Федерации в 2004 году. Заманили в Киев под предлогом встречи с Масхатовым, а вместо этого похитили, накачали наркотиками и удерживали в бессознательном состоянии 4 дня. Об этом он сообщил на одной из пресс-конференций. Сторонники партии Воля, их родные, близкие и даже их дети становились жертвами психической обработки, как техническими средствами, так и самими сотрудниками силовых структур. Во многих случаях люди наблюдали полное уничтожение личности человека и даже доведение его до самоубийства. Есть целый ряд свидетельств, что за спиной партийцев силовики проводят беседы с их ближайшими родственниками. Цель одна – убедить родных, что партия – будто бы опасная секта и родственника надо от нее срочно спасать. Нередко срабатывает страх перед силовиками, и некоторые члены семей партийцев начинают верить в то, что им говорят за спинами тех, с кем они прожили жизнь. Семьи партийцев прекрасно знают, что ничего плохого партия не делает. Ни квартир, ни денег у них не отобрали, никого не зазомбировали. Основная задача партии – донести правдивую информацию о ситуации в стране и в мире. Но наветы, идущие от людей с удостоверениями, нередко действуют просто гипнотически. Старший сын был хорошим участковым полновоченным милиции Белгородского отдела. Занимал первые места, был на доске почета. Его предупредили, что если папа будет заниматься политической деятельностью, то мы тебя уволим. Не прошло и двух лет, и сына уволили по решению суда. На него сфабриковали дело и уволили. Младший сын тоже был на хорошем счету в милиции. Работал, ловил натуральных бандитов. Но в один прекрасный момент к нему подходит его командир Шабай. Он говорит, Леша, ты должен все докладывать, что папа там делает. Ну, по-научному как-то сливать информацию, судить за папой. Сын отказался. Не прошло и года, значит, у него начали появляться такие очень интересные моменты. Прям крадут на службе деньги. 5 тысяч, 20 тысяч, крадут не один раз. Выкрали удостоверение. Потом уволили в аттестационном порядке. Вот от момента предложения до момента исполнения даже года не прошло. То есть и один, и второй сын, потому что папа у них в партии воля, оказались уволенными. Все якобы в рамках закона. Приходит сын и говорит, папа, ты в секте, оккультной секте Пивновой. Я у него спрашиваю, откуда это? Я тебе, папа, не могу сказать. Я уверен, что сотрудников правоохранительных органов, как и моих детей, настраивают против партии воли и всех, кто хочет, чтобы в нашей стране торжествовал закон. Встретили сына, его сотрудники, знакомые, говорят, папа у тебя первый кандидат на посадку. Вот так как он вот ходит, там пикеты проводит, выступает, рассказывает. Я сам иду, встречаю своего знакомого, с которым мы прослужили долго. Он спрашивает, тебя еще не посадили? Я говорю, меня никто не посадит. Я законопослушный гражданин. Потом позже еще опять приходит сын и говорит, папа, вот получается такая картина, что подводили итоги по работе отдела экстремизма. И у них получается так, что отдел существует, деньги они получают, а дел нет. И ты у них первый кандидат на то, чтобы тебя посадить. Сейчас меняется закон, и все, что ты там напишешь в интернете, будет признано как экстремизм, и тебя можно будет упрятать за решетку. У старшего сына, после того, как его уволили, где-то через три месяца, начались проблемы со здоровьем. Я предполагаю, что это как раз и есть те самые последствия психических воздействий, и судов, и незаконные посадки. Всех вот этих вот действий, которые они на себе испытали, потому что папа проводил пикеты, да и старший сын стал тревожным, мнительным, даже пришлось обратиться за помощью к врачам. Вот такие были посадки. Я собирался в поход, складывал вещи, моя мама видела это и знала, куда я поехал. Но тем не менее, пока меня не было в городе две недели, мои родители подали на меня в розыск. Что же нужно было сказать моим родителям, чтобы они поверили в то, что мой труп лежит на загородном участке лидера партии «Воли» Светланы Михайловны Пионовой. Позже выяснилось подробности этой истории. Моя мама встречалась с Павлом Расчуткиным из отдела ЕСАМАРСКОБОСТИ. Во время этой встречи он начал расспрашивать ее, куда я и с кем я поехал. Видимо, во время этой встречи и родилась история с трупом. Мою семью разрушили силовые структуры. Подтверждением этому является неадекватное поведение моих родителей. Дело в том, что год назад я собралась выйти замуж за молодого человека из другого города. И когда они узнали, что он из партии «Воля», они его силком выперли из дома, а меня насильственно удерживали дома, заперли под ключ и отобрали все документы. До этого они себя так никогда не вели. То есть очевидно, что их настроили против меня, очевидно, что они реально вели себя как зазомбированные люди, потому что своего родного ребенка таскать по неизвестным местам, отбирать насильственные документы, запрещать вообще выходить на улицу – это вообще ненормально. С моей сестрой то же самое. Мы с ней жили реально душа в душу. И когда в нашу жизнь влез некий алмаз ясный в интернете, который реально называет себя шаманом, который умеет манипулировать людьми и сознанием, у нас с ней отношения ухудшились очень сильно. То есть после общения с ним она себя вела неадекватно, говорила, что мне нужно спасать, что я нахожусь в секте. Хотя я ей несколько раз, очень много раз повторяла, что со мной все хорошо, что я полностью свободный, счастливый человек. Но она почему-то мне не верила после общения с ним. У меня подруга точно так же выступила на митинге, после чего к ней домой приехали, и мужа забрали буквально с огорода в тапочку. Его возили в ФСБшники на Волге, тоже очень долгое время, полгорода, чуть ли не полдня. Причем во время этого разговора на него надавили так психологически, что он пришел домой и полез в петлю. Он повесился, практически его жена вовремя зашла домой и вытащила из петли уже. То есть он, можно сказать, повесился. Вот если бы не счастливый случай, она не зашла в нужное время домой, то на самом деле это вот результат допросов ФСБшников. Тех органов, которые нас должны охранять. Но что-то охрана от них наша не чувствуется. Муж тоже у нее жил вообще очень долгое время в неадекватном состоянии. Тоже крышу у мужчины сорвало. Он просто ходил по углам, обыскивал. И только потому, что во время разговора они его запугивали. То есть, а мы к тебе придем под видом электромонтеров, подбросим наркотики, гранату, потом придем с обыском, найдем у тебя это. А мы вот твоего сына, который учит у тебя в школе МВД, сделаем так, что жизнь ему сломаем. А мы вот придем к тебе на работу, сделаем так, что тебя уволят. Ну, вы знаете, я хочу сказать, это нечеловеческие методы. И мало того, я не могу их назвать людьми. Потому что после их допросов у людей ломается жизнь, судьба. У людей ломается психика. Они просто становятся не людьми, а животными, живущими в страхе. Они влезли просто, может, другим словом, я не могу назвать, в отношения с моими близкими людьми, моей мамой и дочерью. Они настроили мою мать против меня. Они ее смогли убедить в том, что я плохо справляюсь с своими родительскими обязанностями. В свою очередь, моя мама также настроила ребенка против меня. И дело дошло до того, что моя дочь не хотела идти домой. Моя мама, вдобавок, еще пишет заявление на имя главного прокурора заявление о ненадлежащем уходе за ребенка. Прокуратура сообщила в школу. И дело было вынесено на заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Комиссия заседала аж два раза, где меня пытались убедить, что я плохая мать. Но им не удалось доказать, что я плохая мать. Я справляюсь со своими материнскими обязанностями. И дело было просто пустое. Спустя некоторое время я стала свидетелем разговора моей мамы по телефону с неким Пал Палчем. О моей дочери. Тон разговор меня очень насторожил и удивил. В ходе беседы с моей мамой я поняла, что выяснил, что с Пал Палчем она познакомилась по интернету. Поясню, Пал Палч Солдаткин является сотрудником отдела по борьбе с экстремизмом. То есть мне теперь стало понятно, кто стал источником всех неприятностей в моей семье. Силовики не щадят и детей партийцев. Вот один из таких примеров. Несколько лет назад в моей квартире был обыск. Искали литературу, которая якобы является экстремисткой. Забрали записные книжки, забрали компьютер и даже не сказали, что ищут. Но после этого они выкрыли моего ребенка из школы. Три здоровых мужика посадили его в машину, отобрали телефон и увезли за город. Они все время расспрашивали о каких-то бумагах, о которых ребенок даже не мог ничего сказать. После этого ему стали украшаться. Мой ребенок отривался на дачу старую. И когда они посмотрели, что там не живое место, они дали всего две минуты для того, чтобы он признался, где еще находится место, место, где могут находиться такие материалы. Показал наш загородный дом. Для этого его привезли в город и высадили на остановке. Его даже не довезли до школы. Что в этом состоянии могу с моим ребенком произойти, я не знаю. Я обратилась с жалобом в отдел собственной безопасности, в отдел ФСБ, в прокуратуру, о том, чтобы были наказаны те люди, которые превысили свои полномочия. Но самое интересное, те, кто был задействован в этом деле, сразу же ушли в продолжительные отпуска. Здравствуйте, меня зовут Анна, я из города Комсомольска-Намыр. Этим летом мы с моим маленьким ребенком и с компанией друзей решили поехать отдохнуть на одну сетбазку Куриморского края. Очень интересная ситуация произошла, когда мы приехали на станцию, нас там встретило несколько молодых людей, они подошли, пристали с сотрудниками ФСБ и спросили у нас, сколько человек, куда мы едем отдыхать, чем мы будем заниматься на отдыхе. Очень интересно было, когда мы приехали на саму базу отдыха, там, соответственно, и палаточные домики были на машинах, люди приезжали, абсолютно неизвестные, когда спрашивали, откуда я, когда я уезжаю, то есть сколько нас тут народу приехало. Вопиющий просто случай произошел с моим ребенком, когда один из мужчин из вот этих палаток улучшил момент, взял ребенка, буквально за голову, надавал кучу игрушек там, конфеты, мороженого, повелок к себе в палатку. Мы увидели все это, соответственно, быстро среагировали, ребенка тут же забрали, но ребенок был просто напуганый, спрашивали, то есть что дядя у тебя спрашивал, о чем мы разговаривали. Он отвечал, что дядя у меня пытался узнать, когда мы уезжали, что это за друзья и откуда мы приехали. То есть у пятилетнего ребенка спрашивают такие вопросы. Центральный аппарат партии находится в Самаре и контролируют здесь партию в Самарский отдел Э, хотя экстремизма в партии явно не было и нет. Но все дела, даже экономические, спускают именно в Самарский отдел Э. Самую большую активность в нем проявляет сотрудник отдела Э, агроном по образованию, Павел Ращупкин. По слухам, с ним консультируются из отделов Э других областей. Кто такой Ращупкин? Вот что говорит о преследованиях сама Светлана Пилнова. Вот сейчас наши фотографии, да, действительно показывают во всех городах, говорят, это опасные террористы. Я похожа на террориста, я кандидат науки. Пытаются нам пришить экстремизм. Вы знаете, что такое экстремизм? Это разжигание. Социальные розни. Так разжигают розни-то против нас. Против нас настраивают народ. Глистовками провокаторскими, милиционерами, которые вообще не стесняются нарушать закон, ходят и всех пугают своими погонами. Однако и на этом силовики не останавливаются. На одном из приемов у чиновников, в полке, где обычно стоит клавиатура, я увидела несколько листов. С огромным удивлением обнаружила там практически всю информацию о себе. Где я училась, в какой школе, в каком году. И причем, начиная там с шестого класса в каких, я переходила, действительно, меняла много школ. И вплоть даже до того, какие предпочтения в одежде. Вплоть до того, какие предпочтения в цветах было написано. И причем все совпадало. То есть, получается, был пристальный контроль за мной, как за активным деятелем партии воли. Зачем это нужно силовым структурам? Ну, наверное, просто всех хотят держать под контролем. Были преследования нашей сторонницы, вплоть до того, что ей звонили. На тот момент она была студентом вуза. Человек, который ей интересовался, звонил, говорил, что я хочу с вами встретиться. Девушка говорила, мне некогда, мне некогда. В конце концов, он сказал, что я знаю, что вы сейчас находитесь в этом-то корпусе. У вас такая-то пара, такое-то занятие. Закончится восторг. У вас перерыв 20 минут, я подъеду. У нас была назначена встреча с друзьями в определенном месте. Несколько человек пришли на эту встречу, и завязалась живая беседа. Когда подошла к нам подруга, которая опаздывала, и задала такой вопрос, который меня лично очень сильно заинтересовал. Она говорит, ты мне звонила? Я говорю, нет, не звонила. Она говорит, а как же так произошло, что я услышала звонок телефона, достала его, и полностью услышала весь ваш разговор. Я говорю, этого быть не может. Почему? Я говорю, потому что у меня телефон отключен. Она говорит, а давай проверим. Я достала телефон и убедилась, что он на самом деле выключен. В этот момент я поняла, что все, то, что происходит в нашей жизни, может очень хорошо прослушиваться. И не важно, включен у вас телефон в этот момент или нет, мы всегда находимся по чьим-то присмотрам. Я активный сторонник партии «Воля». И про прослушку телефонов смотрела только фильмы и рассказы. Друзья рассказывали, но никогда в это не верила, пока не произошел со мной такой случай. Была на работе, звонила по телефону, по городскому. Только мы поговорили, положила трубку и буквально мне нужно было делать следующий звонок. Я беру трубку и в трубке слышится. Звонила Тишина, как бы в комнате, как будто кто-то кому-то передавал, что звонила Тишина. Ну вот, хочешь, не хочешь, а поверишь в то, что телефон прослушаю. Знаете, знаете, вот столько было преследований наших людей, столько различных процессов, и всегда думаешь о том, что, а вот что выдерживает наш лидер Светлана Михайловна Пионова, потому что, скажем, мы это подвергаемся очень минимальному прессингу, а Светлана Михайловна, она находится под постоянным наблюдением и под постоянным потоком лжи и клеветы, потому что это тоже один из способов борьбы власти с настоящими лидерами оппозиции. У нас есть большие опасения, что идею объявить мой загородный дом, в котором сарай и огород, ну, достаточно большой, какой-нибудь базой вооруженных формирований не оставили еще наши власти. Это ложь и клевета сразу вам сообщаю, но вертолеты, которые пытаются залететь на огород, уже зависают рядом с забором, когда мы их начинаем снимать на кинокамеру, и заменяются на кукурудники, которые летают вдоль забора, то есть зачем-то им все-таки очень хочется заглянуть за забор, и, наверное, они действительно реально считают, что люди, которые копают огород и воспитывают коров, являются ваннами вооруженного формирования. Пошел к ВВС, попросился, может, возьмете меня к себе, посмотрит документы, досье и скажет, что дальше делать. Через где-то час-два он подошел, сказал, что он не может мне везде вертолеты. Некоторые данные не мешают туда вступить. То есть ни ФСБ, ни спецназ меня уже туда не возьмут, ни в Кремлевские войска тоже. Я засветился, помогая какого-то политического ответа, или учить не врагу государства. Микнул про воздушную фотографию, якобы с вертолета. Единственное, где я мог светиться с вертушки, это на участке Светлана Михайловна Плюнова. Оригинальный метод сбора информации не правда ли? Как бы вы отнеслись к тому, что по вашему участку ровно по периметру забора регулярно кружат вертолет? Из них видны вспышки фотоаппаратов. А на запросы в компетентные органы вы получаете ответы, что ничего над вашим участком не происходит. Но и это еще не конец. Показательный случай в мае 2011 года, когда за лидером партии Воля сотрудники полиции устроили вооруженную погоню по ночной Москве без всяких оснований. Догнав автомобиль, полицейский, угрожая пистолетом, провели незаконный досмотр личных вещей у всех, кто был в машине. Причиной задержания они назвали якобы не работавшие габаритные огни автомобиля. Понимаете, получается, слежка, которая за мной, я говорю, граждане, прослушаются все мои телефоны, компьютеры просматриваются, за мной следят в любом городе, а по билетам-то уже мой паспорт на маяке давно. И мне вот для чего это все терпеть? Я наоборот говорю, граждане, тотальный контроль ЦРУ сейчас, он полностью внутри страны контролируется именно оппозиция, именно те, которые хотят навести порядок в стране, чтобы хоть чуть-чуть защитить народ, чтобы народ в своей стране был ему не быдлом, не рабами. И ради чего мне терпеть давление от ФСБ, который я считаю преемником, так сказать, ЦРУ? ради чего мне прослушку, про вот эти вот все слежки терпеть, давление на меня, на моих людей, потому что по всем всем не уходят. Мы героически стоим, кому-то, понимаете, есть закон здравого смысла, кому-то надо защищать народ из права. И всегда находятся люди, которые защищают, всегда. Но горе тому народу, который перестает отличать предателей отгибают. Получается, что предоставленные силовиками беспрецедентные права используются для подавления законопослушных граждан? Такое чувство безнаказанности за это, что скоро мы, граждане России, окажемся на правах заключенных в лагере. Об этом говорит опыт самой действующей партии России, партии ВОЛЯ. Сотрудники Самарского центра Э по явно надуманному поводу избили активиста партии у себя в отделе. Меня растянули за руки, за ноги, чтобы я не мог шевелиться. Начали снимать куртку, все вещи начали доставать. В разной форме мне говорили, что сейчас все равно там уже группа как раз размялась, сейчас я туда спущусь, со мной там человек на ринге поработает. Сотрудник мне ответил, а тебя никто не ударил. Я говорю, как не ударил? Я помню, кто меня ударил. Он говорит, улыбаясь, тебе показалось. Все выбегают, остаются двое, и как будто уже ничего не было. Опять начинают разговаривать мило, аккуратно. Я говорю, подождите, подождите, а вот это сейчас что такое было? А что сейчас было? Я говорю, ну как, меня ударил этот человек, там налетели, меня почти раздели. Ты сам все достал, все вещи ты достал сам. 2 февраля 2013 года было совершено нападение на председателя Совета регионального отделения партии воля в Санкт-Петербурге Юлию Зеленкову. Была добрана сумочка, где лежали документы. Юлия заявила автопробег в защиту женщин, сторонниц партии, которые стали жертвами издевательств полицейских из 53-го отдела полиции. В сумке у Зеленковой лежало разрешение на мероприятие. У активистов регионального отделения были основания полагать, что к нападению могли быть причастны сотрудники 53-го отдела полиции Санкт-Петербурга, с критикой действий которых выступала Зеленкова. А недавно сам губернатор Самарской области Меркушкин на встрече с избирателями Приволжского района пообещал, что Пиунова с партией похоронит себя к ноябрю 2014 года. Причина этого очевидно кроется в том, что Воля осмелилась выдвинуть на участие в срежиссированных Меркушкиным безальтернативных выборах губернатора реального конкурента лидера оппозиции Светланы Пиунову. Похоже, сторонников партии и ее лидера Светланы Пиунову ожидает еще больший прессинг. Активисты партии такие методы называют НКВДшными. Народная партия страдает за народ. А что же сам народ? Отстранился от участия в своей судьбе? Со страхом смотрит на силовиков? А ведь буквально все в стране делается от имени и с согласия народа. Народ молчит, а молчание знак согласия. Народ стерпел убийство лучших своих представителей Листьева, Политковской, Старовойтовой, Литвиненко, Явлоева. Неужели и сейчас граждане будут молча смотреть, как издеваются над его защитниками честными представителями этого же народа? Можно сделать вывод, что силовики в лице тайных спецслужб ФСБ и отдела Э борются с оппозицией. ФСБ и отдел Э, как известно, врагов народа сами не определяют, а исполняют приказы президента Владимира Путина. Президент Путин, в свою очередь, осуществляет руководство всеми силовыми структурами ФСБ и МВД. Выходит, гонение народных активистов его указания? Может, нужно спросить президента, какое вы имеете право принижать гражданское и человеческое достоинство действиями ваших подчиненных? Вы рассчитываете на то, что останетесь в стороне, не ответите за их действия, потому что многие граждане трусливы и ленивы? Общественность должна знать, что творится руками ваших подчиненных. Принципы построения нового мирового порядка более 20 лет назад были описаны в книге бывшего разведчика Ми-6 полковника Джона Коллимана Комитет 300. А вводятся они в нашу жизнь незаметно с законами, которые пишутся нашими заокеанскими колонизаторами и за которые голосуют не весь откуда взявшиеся ненародные депутаты Госдумы. Ведь за время реформ законы в нашей стране принимаются все больше репрессивные, подавляющие коренное население. Против порабощения и угнетения коренного народа России и борется народная оппозиция в лице партии Воля. Об этом открыто говорит ее лидер Светлана Пионова Влада Русь. Как известно, за спиной всех правительств орудует мировое правительство, которое ставит своей целью порабощение всего населения планеты и в том числе России. Очевидно, что народные активисты из партии Воля борются против этих планов, потому что только мы можем их сорвать. Очевидно, что все они практически осуществлены. Понятие новый мировой порядок включает следующие тезисы. Тотальный контроль над правительствами и людьми Земли, психическая обработка и подавление населения, сокращение населения больших городов, всеобщая наркотизация населения и превращение человечества в пассивных зомби, пропаганда порнографии и сексуальных извращений, создание всеобщего кризиса в мировой экономике и порождение всеобщего политического хаоса, сокращение образования и упрощение его. Браки будут поставлены вне закона и семейной жизни, как это мы понимаем сейчас, не будет. Детей будут отбирать у родителей в раннем возрасте и они будут воспитываться надзирателями как государственное имущество. Сатанизм, люциферианство и черная магия будут признаны законами, предметами обучения с запрещением частных или церковных школ и так далее. Всеобщая наркотизация населения для получения собственной прибыли и для превращения человечества в пассивных зомби. Россия занимает первое место по потреблению спирта и спиртосодержащей продукции, первое место в мире по продажам крепкого алкоголя, первое место в Европе по числу умерших от пьянства и табакокурения, первое место среди всех стран мира по потреблению героина, тотальный контроль за всеми аспектами жизни народа. Выборы превращены в спектакль выбора нужного кандидата, узаконены непродолимые барьеры и фильтры от попадания во власть народных лидеров, которые способны изменить ситуацию в стране. Война за души людей, развращение, уничтожение морали, сделать стыдное и аморальное не стыдным и нормальным. Джозефом Авертоном была предложена модель «Окно Авертона. Как уничтожить любой культурный институт?» Путь новой идеи от немыслимо через радикально к приемлемо и далее к разумно, потом популярно и к общепринятой норме политика. Весь процесс от немыслимого до политики состоит в выполнении пяти простых шагов. Немыслимая аморальная норма станет нормой, подкрепленной законодательно. Так сейчас активно широко обсуждается внедрение гомосексуализма, педофилии и других извращений в обычную жизнь. Из последних обсуждений глава Эппл Тим Кук признался, что он гей. Майк Тайсон внезапно сообщил, что он был изнасилован в детстве каким-то стариком. Все, что требуется от большинства людей просто обсуждать и ничего не делать. Мы уже сейчас находимся на таком моменте, когда извращение становится нормой, а нравственность и целомудрие осмеиваются. Также и борьба за свои права вызывает удивление, а трусость, унижение перед силовиками стали нормой. Задайте себе вопрос, какие морально-этические нормы они исповедуют? Сокращение образования и упрощение его. Образование в России претерпевает реформы, внедряющие платное обучение и провоцирующие деградацию образовательного уровня. Перевод высшего образования на двухступенчатую систему магистратура-бакалавриат с платной второй ступенью делает невозможным получение профессионального образования малоимущим гражданам. ЕГЭ, вводившееся в Россию, использовалось в Болонской образовательной системе для умственно-отсталых детей. За 20 лет из 88 тысяч детсадов оставили 45 тысяч. За 20 лет из 70 тысяч школ оставили 53 тысяч. Следовательно, более 2 миллионов детей не ходят в школы. Еще Фурсинг 17 мая 2012 года принял скандальный известный федеральный государственный стандарт образования. Согласно этим стандартам, 4 обязательных предмета предполагается изучать старшекласснику. Например, Россия в мире, ОБЖ, физкультура, индивидуальный проект. Шесть образовательных областей объединило в себе все остальные привычные для школы предметы, разом получившие статус необязательных по выбору. Среди них русский язык, литература, математика, алгебра, геометрия, информатика, история, физика, химия, биология, география. Всего один предмет из каждой образовательной области может выбрать ученик. Это означает, что выбрать и русский язык, и литературу, и алгебру, и геометрию, не говоря уж об и информатике, или и физику, и химию, и биологию, невозможно. То есть коренной народ России делают малообразованным, по примеру, аборигенов. Против этого протестует партия воля. И за эти протесты имеют отношение с силовиками. И поэтому все те же силовики тщательно следят, чтобы она не появлялась на экранах телевидения, страницах газет, даже билбордах. Но простые граждане страны могли не услышать об этой женщине. Почему? Потому что с момента создания ею Народной политической партии воля, административным запретом ее убрали с экранов телевизоров и со страниц газет. О запрете в личных беседах признавались сами журналисты. И это после того, как Светлана Пионова несколько лет подряд вела собственную передачу на Самарском телевидении и работала независимым экспертом по народной медицине в Министерстве здравоохранения области. Все дело в том, что смелые высказывания Светланы Пионовой о ситуации в стране, реформах действующего правительства, озвученные в первые же дни создания партии, пришлись не по вкусу власть имущим. И они решили таким образом задвинуть Пионову. Я просто был поражен недавно, когда Светлана Михайловна ездила на Украину, где, в общем-то, живьем и смотрела, какие события там происходят. И, то есть, делилась впечатлением то, что она увидела. Я считаю, что, скажем, немногие СМИ так вот освещают, как она рассказывает правдиво. Есть ли у вас возможность, скажем, печатать какие-то, может быть... Светлана, это все новое, нет возможности. Только на платной основе по платному политическому прайсу. Так, то есть, печатать можно что-то будет, но только за деньги. На платной основе, да. Мы сами взрослые люди понимаем, что это не просто мнение тети Масла с улицы, а мнение Пионовой, а это уже политика. Политика. Скажите, а вот если это, скажем, будет какое-то обращение, скажем, потому что Светлана Михайловна равносторонний человек, она, скажем, пишет книги, она пишет и снимает, да, фильмы снимает. Если это, скажем, будет не политика, а, скажем, кос... Это не важно. Если называется Светлана Пионова, это уже политика, вот так вот, да. Скажите, а вот прайс, который у вас на сайте, да, он, вот, как бы, соответствует действительности то, что сейчас, да? Там таблички, по-моему. Значит, прайс политический, он там не опубликован. А, он не опубликован, да. Нет его там политического прайса. Угу. А его можно как-то вот получить, потому что я вот не знаю. Нет, да. То есть, это уже как бы по месту пришли, там, посмотрели, там, то есть, согласились, размер посмотрели и уже тогда вы... Светлана Пионова, посмотрели, есть решение, либо да, либо нет. А у меня было несколько раз такое опыт общения со средствами массовой информации, когда мне говорят, нет, что вы, только не Пионова. Леонид Владимирович, это вот снова по поводу пресс-релиза. А, понял, почитал. Так. Ну, что смогу сказать? подаренные женщины , поле уже нельзя. когда мы начинаем говорить о том, что автор сценария Светлана Пионова, то все, короче, нам быстренько отключают свет, нас выгоняют из ДК, с нами расторгают договоры, и что к тому, чтобы мы не упоминали о теме. Если сейчас будет еще раз повтор, мы свет вам вырубим. Так я ничего не собираюсь повторять. Я тоже не собираюсь сейчас говорить, все сделаю. Вы его уже сказали, мне этого достаточно. Мне власть не дает права общаться со своим народом как общественному деятелю. Я лишена возможности появляться на экранах телевизоров именно административными запретами, тайными, неофициальными. Меня не пускают и на странице газет. Редактора уже откровенно говорят, что никто не имеет права публиковать Светлану Пивунову. И самые вопиющие даже на сцены клубов не пускают Светлану Пивунову и выключают свет в залах, если только увидят, что она говорит с народом. Это вопиющее нарушение моих гражданских прав. Вопиющее нарушение даже действующих конституции. Я не могу с вами общаться иначе, как по интернету и через наши информационные листы, которыми мы не можем обеспечить всю страну. Только вы можете объяснить, что происходит в нашей стране тем, кто не видит моего выступления. Но черный пиар, чедро оплачиваемый заказчиком, регулярно появляется в СМИ. 3 сентября 2008 года на телеканале «СКАД» в передаче «Истовый плюс» была сообщена заведомо ложная информация обо мне, Светлане Михайловне Пивуновой, которую я постараюсь в течение трех минут любезно предоставленной мне телеканалом «СКАД» опровергнуть. Была показана странная картина. Девушка, сидящая спиной к телекамере, явно в парике, явно измененным голосом, рассказывала небо лица обо мне и моей организации. Были произносены следующие фразы, порочащие мою честь и деловую репутацию. Она назвала меня псевдоцелителем, который ломает человеческие судьбы. Девушка утверждала, что из-за лечения у меня она попала в больницу с диагнозом нервное истощение, а подруга оказалась ее в психиатрической больнице и назвала меня также сектантом и всяким псевдоцелителем. Хочу сообщить, что целителем я не являюсь уже давно, поскольку эта профессия не защищена государством. Авторский метод, по которому работает моя Академия развития, защищена патентом Российской Федерации и кандидатской диссертацией программы неспецифической профилактики социально-стрессовых расстройств. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что такая атака черный пиар возможно стали только потому, что я из общественного деятеля перешла в политического лидера партии «Воля». Стоит негласный запрет на книги Пиуновой. Их нельзя продавать в магазинах и выставлять в библиотеках и даже демонстрировать на выставках. А ведь азбука счастья или практическое руководство избавления от страха, лени и эгоизма должны быть настольными книгами в каждой семье в нынешнее время. Очень сильно упали продажи по всей России. Издательский дом Светлана Пиуновой сотрудничает очень давно уже со многими магазинами по всей России. Нас очень уважают. Книги очень любят Светлана Михайловна и огромными тиражами они всегда расходились многие-многие годы. И мы столкнулись с тем, что нам звонят менеджеры этих магазинов, не понимая, почему говорят о том, что им запрещают продавать книги Светлана Михайловна Пиуновой. Они вынуждены изымать тираж, убирать с полок книги, нам пошли возвраты книг или вообще просто эти книги убирают на самой дальней полке, чтобы люди их не видели. Кто-то звонил, говорит, что позвонили из администрации, сказали, уберите, пожалуйста, ради вашей же безопасности книги. Кому-то звонят силовые органы, к кому-то приходит милиция, полиция, говорит, покажите, есть ли у вас книги Пиуновой на полках. Случаев на самом деле очень много. И вот я выбрала несколько из них. Орел. У нас книги продавал частник Вестюбиры городской администрации около трех лет. Люди покупали. Весной этого года он мне позвонил и сказал, что пришли из органов и сказали, чтобы он убрал эти книги из продажи, а затем еще и пришли проверить, убрал ли он эти книги из продажи. Уфа. Группа магазинов «Планета» неожиданно перестала с нами сотрудничать. На самом деле это очень крупная сеть в магазине. Ничего не объясняя, хотя продажи там были самые лучшие. Жигулевская. У нас книги не берут в магазине и говорят, что мы всех там. И что запретила полиция продавать книги Пиуновой. Эти силовые административные структуры лишили людей возможности применять метод Слава Михайловна в жизни через книги. Познавать, да? Улучшать свое здоровье, восстанавливать свои семьи, заниматься своим бизнесом. Потому что Слава Михайловна пишет обо всех сферах жизни. И вообще, какое они имеют право вмешиваться в жизнь людей, в личную жизнь людей? Какое имеют право они отбирать возможность читать книги Слава Михайловна у обычного человека? Выпиющий случай считаем произошел в Тольятти, где пожарный надзор штрафовал Академию Розыслава Михайловна Пиуновой на 150 тысяч рублей за отсутствие пожарного датчика в Тамбуре. Данный штраф мы обжаловали в суд. И суд снизил штраф до 60 тысяч рублей. Вошел в суд по правомерности назначенного штрафа. Был выписан еще один штраф в 70 тысяч рублей за якобы неисполнение предписания. И был составлен еще один протокол за якобы повторные нарушения за то, что не установлен был датчик. Хотя не должны были никто установлен датчик, потому что шло судебные тяжбы, шло обжалование постановления решения пожарного надзора. Но несмотря на это, вывывается повторный протокол штраф за который 400 тысяч рублей и вообще может быть даже приостановлена деятельность Академии развития ЛАН в городе Тольятти. Датчики отступают и в Тамбуре при входе в офисное помещение самого отдела надзорной деятельности. Отступают датчики пожарной сигнализации в Тамбуре при входе в это здание. Получается, что к Академии предъявляют то требование, которое отдел надзорной деятельности к себе не предъявляет. То есть налицо явный политический заказ. В настоящее время общая сумма штрафов уже достигла больше полумиллиона рублей. И по нашим расчетам сумма возможных штрафов по предстоящим судам примерно составляет около 570 тысяч рублей. Власть имущие уже с десяток лет не оставляют попыток признать Академию развития Светланы Пионовой сектой. В своих доводах они ссылаются на церковную конференцию 2004 года. В 2004 году на некой конференции организованной церковью при участии представителей силовых структур был составлен список сект, состоящих из более чем 400 организаций. Причем составлен огульно. Вы не найдете исследования организаций, даже по одной странице на каждую. Просто участникам конференции так захотелось. В этот список вошли, видимо, все известные на тот момент духовные школы, многие бизнес-структуры, например, Амвей, даже последователи Рерихов, которых уважает весь мир. Порфирия Иванова зачислили в секты. Так что попасть под мясорубку готовящегося закона может практически каждый гражданин России. Такие конференции стали проводить регулярно в разных городах страны. То есть явно раздувается тема сект и готовится общественное мнение для принятия нового закона. Проект закона, который выложил сектоборец Диакон Кураев, потрясает своим нечеловеческим отношением к людям, которых признают сектантами. Они могут быть лишены имущества, фактически изолированы от общества, могут быть наказаны даже их семьи и те, кто имел с ними просто контакты и общение. Организация, которая осмелится критиковать власть уж точно попадет под действие этого закона. Ведь в проекте закона есть такие пункты. Дискредитация государственной системы управления, экстремистская деятельность. Как мы сейчас знаем, экстремизмом признают критику власти и ее действий. Также в проекте закона говорится о том, что для борьбы с тоталитарными сектами будут созданы специальные подразделения в МВД и ФСБ. Это дополнительно к уже созданному центру Э, который, как показывает практика, в основном занимается тем, что преследует общественных деятелей. Тем же, очевидно, будут заниматься и борцы с сектами, ведь заняться больше им будет просто нечем. Видимо, для формирования определенного мнения главный российский сектоборец Дворкин поехал со своими лекциями по городам России. Не так давно он был на Урале. Рассказывают, что он проводил лекции в школах и вузах, собирал высокие чины в МВД и рассказывал им о самых активных сектах в Российской Федерации. Неоднократно там упоминалась Светлана Пилнова, была построена таким образом, что вызывала агрессию по отношению к Пилновой и ее организациям. Полицейские даже заявили, что надо с ними разобраться, но на этом дело не заканчивается. Известно, что силовые структуры активизировались в поиске людей по разным причинам отошедших от Академии развития. И их, похоже, как и родственников партийцев, психологически обрабатывают и настраивают против Светланы Пилновой, хотя сами люди против Пилновой ничего не имеют. Получается, что Дворкин обвиняет Пилнову в сегтанстве. Но кто такой сам Дворкин? Кто дал ему право порочить честь и достоинство честной, порядочной женщины, которая борется за права народа? Он вернулся в Россию в начале 90-х годов. До этого жил в Америке и присягал верой и правдой служить Соединенным Штатам. Дворкин поддерживал отношения с американской организацией C.A.N. Сеть распознавания культов, занимавшуюся депрограммированием жертв различных культов. C.A.N. оскандалилась и прекратила свое существование, не пережив огромных штрафов, отсуженных у нее ее же жертвами. О методах работы C.A.N. можно судить по следующему интервью пострадавшего от депрограммирования. Мне связали руки и ноги. Меня затащили в небольшую комнату и положили на койку. Затем профессиональные депрограмматоры Стивен Хассен и Эллен Ллойд начали меня насильно депрограммировать, принуждая меня отказаться от выбранных мной религиозных убеждений. На протяжении первых трех дней депрограммирования я был связан и мне не позволяли спать. В 2014 году была опубликована медицинская карточка Дворкина из психиатрической лечебницы. Согласно размещенным данным психоневрологический диспансер номер 3 дал официальный ответ, что Дворкин действительно наблюдался по поводу циклотемии. Циклотемия форма маниакально-депрессивного психоза. И несмотря на диагноз Дворкин до сих пор возглавляет совет по религиоведческой экспертизе при Минюсте РФ, активно участвует в конференциях, составляет списки сектантов, в которые попадают бизнесмены, продавцы, косметики, психологи. Человек с психическим расстройством может назвать сектантом вообще любого нормального гражданина. На самом деле в России тоталитарных сект практически нет. Более того, нет даже статистики по сектам, это сообщает главный сектовед Дворкин. Статистики нет. Все, что написано, разные мнения тех людей, которые занимаются сектами, или не занимаются, или берут цифры с потолка. По моей субъективной оценке количество последователей секта лебрится от 600 до 800 тысяч человек. Может проблема сект и существует только в воображении Дворкина? Компетентность Дворкина, как эксперт, вообще вызывает массу вопросов. Он не имеет российского высшего образования, спидинститута был исключен за неуспеваемость. Доучивался он в Америке и специализировался на изучении истории средних веков. Документ из Федеральной службы по надзору в сфере образования подтверждает, что у Дворкина нет ученых степеней православного Свято-Тихонского гуманитарного университета ему присвоил своим указом учредитель этого вуза патриарх Алексий II. Явно западным колонизаторам России понадобился идеолог и устрашающий ярлык, которым будут клеймить тех патриотов, которые встанут на защиту своей родины от разграбления иностранцами. Почему именно тоталитарная секта? Психологический расчет был очень тонкий. Этим термином заменили американский деструктивный культ, потому что большинство россиян с ним никогда не встречалось и не знает, как на него реагировать. Исторически слово тоталитарный вызывает у русского народа подсознательный страх репрессий. Доктор философских наук Игорь Контеров считает, что перенося зловещий, пугающий смысл термина тоталитарный на область религии, создатели конструкции тоталитарная секта рассчитывают таким способом существенно усилить обличительный заряд имеющихся определений, предваряющих слова секта и культ. Термин тоталитарная секта сейчас употребляется по отношению к любой организации, не только религиозной. И мы автоматически закрываемся от тех, кого сомнительные эксперты называют сектой, даже не пытаясь проанализировать факты. В судах Дворкин заявляет, что причисление той или иной организации к придуманной имиджи тоталитарной секте это его мнение. По какому праву мнение человека психиатрической справкой выдают за руководство к действию силовика? Распространением в интернете сплетен, слухов и черного пиара в отношении Светланы Пилновой занимается некая группа, возглавляемая Владимиром Давыденковым в соцсети. Администратор группы Давыденков человек со средним техническим образованием, занят только тем, что пишет откровенные гадости и хамские высказывания о кандидате наук в области клинической психологии, писателе, общественном деятеле Светлане Пилновой, которую никогда в глаза не видел, как и возглавляемый ей организацией. Причина ненависти, как пояснил он сам, то, что Пилнова критикует Путин. Артивистом этой группы также является Алексей Самошкин, который приписывает себе множество должностей и статусов, подтвердить которые не стремится. Сам по себе он врач частной практики, являющейся сторонником истребления бродячих собак. Екатерина Ляхова, сотрудница СИПКРОВ. Все ее претензии заключаются в том, что Пилнова лучше нее. Мучает зависть. Оттого она и пишет злобные комментарии в этой группе. А это Наталья Рахматулова. Буквально влюблена в Путина. Утверждает, что владеет татарской магией с детства. Желает Светлане Пилновой смерти. Денис Даньшин, один из бывших предводителей сатанинской секты Белое Братство. По некоторым данным сотрудничает с силовыми структурами. И эти люди яро пытаются отвернуть общественность от настоящего борца за права народа. Интеллигентной русской женщины. По мнению Светланы Пилновой, группа в соцсети, администратором которой является Давыденков, создана и существует по заказу ФСБ и Центра Э. Светлана Пилнова подала иск на администратора группы Владимира Давыденкова по статье «Клевета». Авторский метод Светланы Пилновой, по которому работает Академия Развития, западентован и защищен кандидатской диссертацией. Сотни положительных отзывов подтверждают его результативность. С августа по ноябрь 2014 года состоялось 4 заседания, в ходе которых три раза менялся судья. И с каждым судьей весь судебный процесс начинался сначала. Зачитывание материалов дела, заслушивание пояснений пострадавших, допрос свидетелей и так далее. Когда вся эта процедура повторилась на последнем заседании 20 ноября, стало окончательно ясно – суд заказан. Доказательством явилось огромное количество неизвестных лиц характерной внешности, которые окружили здание суда и снимали всеми возможными способами людей, приехавших на суд. На последнем заседании судья переквалифицировала дело из частного обвинения в публичную клевету и отправила дело на доследование. То есть из частного обвинения клеветников дело перешло в руки государственного следствия. Пиунову откровенно преследуют силовики, когда она приезжает на суд, да и вообще в какой-либо город. То есть работает принцип «рука руку моет». Следствие явно не заинтересовано в том, чтобы клевета Давыденкова была доказана. Тем более, что оснований для переквалификации дела на публичную клевету практически нет. Группа ВКонтакте – это не СМИ. Но если очень хочется, то любые основания найти всегда можно. И в таких случаях дело решает всегда реакция общественности. Вы, граждане, за кого? Видимо, специалисты по гонениям гражданских активистов решили повторить ситуацию 2008 года – произвольно надуманного открытия следствия на законопослушную организацию Академию развития Светланы Пиуновой. Тогда под надуманным предлогом отсутствия лицензии на предпринимательскую деятельность проводились обыски и допросы активистов партии «Воля». А когда срок следствия истек, силовики вспомнили, что лицензии для психологического консультирования в принципе не требуется. Сегодня вечером, проходя мимо офиса Академии развития Светланы Пиуновой, заметил двух молодых парней, которые расклеивали листовки. Вот, собственно, они вот и есть. Вот. И буквально поймал за руку одного. На вопрос, что вы делаете, он мне ответил, мы колымем. Я говорю, как вы здесь колымете? Он говорит, ну вот мы сейчас наклеим, сфотографируем и уйдем. Вот. Я говорю, не надо здесь ничего клеить, не надо ничего фотографировать. Вот. И держу его за руку. Вот. Второй парень уже отходил от него и быстрым шагом начал удаляться. Вот. И тот, кого я схватил, он вырвал руку свою и начали они быстро уходить. Пошел за ними и следом говорю, постойте, подождите, давайте поговорим, пообщаемся с вами, что вы тут все-таки делаете, объясните. Вот. Они как бы не реагировали на мои слова. Вот. И буквально там у них в 300 метрах была припаркована машина. Машина была полностью тонирована. То есть они, ну, как бы сели и сидели. И через некоторое время, ну, минут через пять они уехали. Вот. То есть явно было, что они сами это и в этом и признались, что самое главное им было наклеить и сфотографировать. Как бы, и, соответственно, слова колымен означали то, что они делали это за деньги. Вот. И для отчета им, естественно, надо было сфотографировать. На Светлану Пивунову в интернете уже давно льют грязь. Вот. И, судя по всему, сейчас уже вышли на улицу, не достигая результата в интернете, скажем так, да, уже выходят на улицу и предпринимают попытки поблить грязью вот уже вот такими листовками. То есть вот такого вот содержания. Кому-то это нужно, раз находят и находятся такие люди, которые готовы заплатить деньги и, судя по всему, не маленькие, потому что ходят два человека, приезжают на машине, на тонированной и кто-то видит в этом цель. И, судя по всему, цель убрать Светлану Пивунову из политического поля как конкурента. Полностью тонированные автомобили принадлежат, как правило, силовикам. Рядовым гражданам такая тонировка запрещена. Все от полицейского беспредела до плана задавить организацию штрафами, описанных выше, мы встречаем в неком плане нейтрализации Пивуновского движения. Этот план случайно попал в руки сторонницы партии Воле. Ее по ошибке приняли за противника идеи Пивуновой. План был составлен явным противником деятельности Академии из околонаучных руков по всей видимости в 2014 году накануне выборов губернаторов. Этот план в своей работе и использует группа Довыденкова в соцсетях. А помятуя их неоднозначные намеки на связь с Самарским центром Э можно предположить, кто реальный автор плана. В этом плане приведен анализ деятельности Академии развития и партии Воле и предложены способы борьбы с ними. Из плана можно сделать вывод, что авторы напуганы популярностью Светланы Пивуновой как общественного и политического деятеля. Для того, чтобы дискредитировать Пивунову в глазах россиян, они готовы использовать практически все доступные методы. Авторы плана, например, выясняли адреса, где останавливаются сторонники партии из других городов, когда приезжают в Самару. Они предлагают ходить по этим адресам с ревизиями. Черный пиар в прессе является еще одним из пунктов этого плана. Также авторы плана собираются привлекать сотрудников правоохранительных органов, видимо, для открытия липовых дел. Еще один пункт, который сейчас очень активно используется, экономическая дестабилизация организации Пивуновой. Один из таких способов предлагается в плане задавить штрафами. Уже сейчас можно говорить, что все эти планы от полицейского беспредела до явно заказных штрафов уже реализуются. Оскорбительные надписи на стенах про секту и партию воли неожиданно предстали в новом свете после посещения сторонниками партии воли кабинета в управлении Самарского отдела Э. У сотрудников в кабинете я увидел дощечку наверное форматом А3 и там написано три фразы касаемо Светлана Михайловна. На одной из них было написано что летят рептилоиды, привет Пивунова, привет. Вторая фраза, она была очень неконзурная, тоже касалась Светланы Михайловны. Я спросил, а что это у вас вообще такое? Вы чем занимались тут? Что он как бы растерялся, бросилось в глаза что вот стояла дощечка, потом стояло зеркало, а дальше уже было окно на подоконнике. И когда я увидел вот эту вот конструкцию, я четко вспомнил, как-то я у нас в деревне бабушка у меня жила, я попал в дом, такой, ну, на соседней улице бабуля жила. И вот увидел такую же конструкцию, и там были надписи, какие-то надписи и фотографии. Вот. И все говорили в деревне, что это бабушка-колдушка. Вот. А я был маленький, она меня позвала там что-то, ну, шоколадку дать. Вот. Потом я спросил у бабушки, что это такое, а бабушка мне говорит, что они, ну, что это вот, что она колдунья, и у нее такие методы. Вот. И когда я вот это увидел, их конструкцию у них в кабинете, я четко вот почему-то вспомнил именно вот ту ситуацию из детства. Так что и оккультными методами силовики не гнушаются. Высмеивая Пилунову за владение знаниями энергоинформатики, сами они занимаются практически оккультизмом. Кстати, при Сталине НКВД. При Гитлере Анненербе также были оккультными организациями, что вскрывается только сейчас. Скрытые знания всегда использовались для порабощения людей. Видимо, пришла пора овладеть этими знаниями и массами. И именно это пытаются пресечь силовые структуры. Ведь они рискуют потерять секретное оружие против народа. Гипноз, внушение, управление против воли человека. Одно из этих оружий психогенераторы. Активистов облучают ими давно. На первом съезде турбазу, где жили партийцы, окружили машины, из которых выгрузили непонятную аппаратуру. После этого у всех одинаково заболели головы, животы, появилась рвота. А на празднике в Тольятти, в Доме культуры, партийцы обнаружили все тех же людей в штатском, которые устанавливали аналогичную аппаратуру прямо в зале звуковой рубки. Установлена специальная аппаратура. Нашим согласиям не дается. Здесь стоит передатчик какой-то. Снимаем крупнопланы передачи. Находятся неизвестные какие лица. В это время передатчик работает на зал. Договоре это не предусмотрено. Что за нарушение договора в данном случае? Кто это лица? Это наша работа, технический персонал. Почему этот технический персонал передатчику направляет на зал? На зал. Аппаратура ее специальная. На каком основании эта спецаппаратура здесь работает в принципе? Главный инженер. Пригласите его сюда. В соседнем помещении. Он на нас работает на зал с видеокамейкой. Здесь посторонний персонал. Я понимаю. Почему это посторонний персонал здесь находиться? Это будет технический персонал. Пусть покажут в себя. Пусть покажут в себе. Я знаю, что нет. Мы не знаем же технический персонал. Мы отвечаем за безопасность вы complicаем. Прясните на каком... Это тоже к портрету защитников народа и закона в нашей стране. Гражданам России пора понять, кроме них самих некому защитить их права, да и саму жизнь. Те, кто должен это сделать по долгу службы, тратят огромные бюджетные наши народные деньги, чтобы создать себе имидж защитников закона через СМИ, фильмы, сериалы, новостные сюжеты. Теперь вы имеете представление о ситуации, сложившейся в нашей стране. Мы изложили вам лишь некоторые факты. Теперь не говорите, что вы ничего не знаете, и это вас не касается. Хата с краю горит первой, а трусы права на жизнь не имеют. Нам с вами довелось жить в самой богатой стране мира, и именно поэтому мы в ней самые бедные. И руку приложили к этому те, кто официально нашей страной управляют. А призвать их к ответу должны вы, те, кому страна дана по праву рождения. Пока еще не поздно, пока мы свою родину не потеряли. Итак, в фильмах. За коды Made in USA, потребитель России, новый мировой порядок, а ты готов стать рабом, Светлана Пивунова, то, что не скажут СМИ, мы показали, что жить нам не на что. Нами правят подставные лица. В стране вводится тотальный контроль нашей жизни. Государство контролирует все. Война и голод маячат впереди, и мы идем к ним толпой. Перед лицом опасности мы должны наконец стать опять самым могучим на земле народом. Только тогда мы заслужим счастливую и спокойную жизнь. Народная партия Воля и Светлана Пивунова «Лада Русь» стоят на защите народа уже седьмой год. Именно поэтому они подвергаются гонениям и прессингу силовиков. Видимо, они – единственная сила, которая открыто разоблачает действия Путина, планы мировой элиты в отношении России. Мы приходим к выводу, что руками ФСБ, Центра Э и прочих силовых спецслужб власть имущие реализовывают в нашей стране планы мирового правительства. А в их планах – занять нашу территорию и получить контроль над ресурсами. ЦРУ уже давно составила карту, как и между какими странами стоит поделить территорию России. А ты так и будешь безмолвным свидетелем уничтожения твоей страны и тех, кто защищает твои права и твою жизнь в нашей стране? Смотри, товарищ, над страной рассвет уже встает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok